Авторитарному режиму, который управляет сейчас Россией, очень необходимы мифы, а особенно мифы о победе. Победа России выполнила несколько задач. Первая задача – она стала заменителем дня независимости, потому что день России в России провалился. От кого независимыми? От Советского Союза? Это же их достояние. От Русской империи? Так же. Соответственно, нужно было что-то, что бы давало величие и давало амбиции геополитические, возможность влиять на постсоветское пространство, и этим стала победа. Русская пропаганда в этом году с особым рвением распространяет мифы о Второй мировой. Недавно, 13 апреля, Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ даже одобрил законопроект, вводящий в России штрафы для тех, кто осмелится сравнивать цели, решения и действия двух тоталитарных режимов – руководства СССР и руководства нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны. Но есть одно «но». Как еще сформулировали в Германии – один народ, одно государство, один лидер. Фактически, один народ, одно государство, один лидер сегодня не только к Гитлеру, но и к Путину. И под это целый комплекс мифов, обслуживающий этот нарратив. Победа во Второй мировой стала главным стержнем пропаганды в России. Это конструкт 9 мая, который выращивается в России. Он очень необходим, потому что он построен на победе. На победе, в которой на самом деле, помимо русских, участвовали украинские, белорусские, грузинские народы, также большое количество союзников, среди которых Великобритания и США. Но Россия пытается присвоить этот исторический факт и использовать его сегодня для новых вторжений, потому что, как любому авторитарному режиму, нужны внешние враги. Миф о том, что именно Россия, как правоприемница СССР, имеет монопольное право на великую победу над нацизмом, давно был взят на вооружение Кремлем и активно используется в политической пропаганде. Бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины. Попытка власти объединить людей вокруг прошлого для того, чтобы оправдать свои действия, сегодня не одержит успех никогда. Русский мир в виде Дня Победы – это о реванше, это о «можем повторить», это об амбициях на чужой территории, это об отказе в независимости другим, и это об отказе России, собственно, в своем национальном проекте. Это о том, за что погибать, а не о чем жить. Это о прошлом, а не о будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова